МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, коллеги. 17 февраля застоялось подписание соглашения между издательством просвещения и правительством Кировской области. Свои подписи на документе поставили глава региона Игорь Васильев и президент компании Владимир Узун. Он отметил, что Кировская область и так достаточно инновационный регион, а подписанное соглашение позволит повысить качество образования. 77 инновационных площадок, 60 больших программ. И не забывайте, что Кировская область, область олимпиадного движения всегда была лидером в стране. Вот какие-то такие вещи мы хотели бы брать себе. И дальше уже как федеральная структура, опыт Кировской области лучше распространять по всем регионам нашей страны. Более детально точки соприкосновения обсудили на конференции. В зале собрались более 400 представителей сферы образования Кировской области. Первым слово взял глава региона Игорь Васильев и отметил, что в рамках соглашения предусмотрено создание в Кирове профильных классов медицинских и инженерных. То есть готовить специалистов в регионе начнут уже со школьной скамьи. Сегодня конференция организована, где участвуют специалисты издательства в просвещении предыдущих компаний, которые в сфере подготовки, в учебных литературе, в том числе. Я надеюсь, что сотрудничество будет, такая новая форма сотрудничества, будет одним из ресурсов конкурентов именно в основном развитии нашей области. Что касается финансов, то ежегодно 30% областного бюджета уходит на систему образования плюс федеральные средства. Так, в прошлом году в Кировской области удалось построить три новых школы. В микрорайоне Зиновы в городе Кирове, а также в поселке Гастовском и в селе Колосово Шиболинского района. И в этом году деньги из федерального бюджета, заверил Михаил Исупов, регион вновь получит. В 2017 году по результатам конкурсного отбора Кировская область получит федеральную субсидию в размере 373 миллионов рублей на строительство еще одной школы. Более скромную по размерам, но очень значимую для области субсидию в размере 16 миллионов рублей, область получит на конкурсной основе на создание в общепразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физкультурой и спортом. Еще 6 миллионов рублей, сообщил глава областного Минобра, пойдут на создание доступной среды в школах. Больше часа продолжалось пленарное заседание конференции в правительстве области. Затем Владимир Узун в рамках рабочей поездки посетил еще несколько учебных заведений города Кирова.